Скоро выйдет DLC для Elden Ring И на самом деле я очень жду Оригинал я буквально недавно перепрошел При этом на этот раз зачистил все на 100% Это у меня заняло больше месяца Но я все добил, каждую локацию, каждый данж, каждого босса Даже в самых секретных местах мира Все нашел, все исследовал и все уничтожил Но оказалось, это прохождение не считается Потому что я играл за мага во втором прохождении А это портит игровой процесс И таким образом я показал полное неуважение к разработчикам К игровой индустрии, к своим предкам А один подписчик скинул мне видос с обращением Конечно в аниме стиле, как же иначе Я до конца своих дней не забуду этот ролик Я прошу прощения И более того, сегодня я исправлюсь И покажу людям, что они так же неправильно играли в эту игру Покритикую Миядзаки за его выходки в последнее время И объясню истинный смысл Elden Ring Я верну себе репутацию назад Я хочу быть опять базованным Ну и кстати, все базованные гигачады Всегда заходят к моим друзьям из TK Store Это сервис, с помощью которого вы сможете приобретать игры И подписки для PlayStation Store Здесь вы можете купить любую игру на PlayStation От новинок, как та же Helldivers 2 Да уже давно вышедших игр Вам приобретут игры на ваш аккаунт по актуальной цене Со всеми скидками и акциями Кроме того, вы сможете оформить все уровни подписки PS Plus сотнями игр Если у вас еще нет турецкого аккаунта PlayStation То специально для вас создадут новый аккаунт Сервис работает давно И у него большое количество отзывов на разных площадках Так что вы можете не переживать насчет надежности А если возникнут какие-то вопросы или проблемы Поддержка вам поможет Покупайте игры выгодно вместе с TK Store Все ссылки находятся в описании Второе прохождение Elden Ring'а Зашло мне больше, чем даже первое Возможно, потому что я просто знал, что ждать И не требовал от игры вещей, которых тут нет Например, хорошо структурированный сюжет Но, конечно, все эти хорошие ощущения от игры Были на самом деле ложными Мне все объяснили люди Опять же, играть за мага Это, по сути, не играть в игру вообще Стоишь в стороне и кидаешь фаерболы Изи Даже несмотря на то, что почти все враги Либо имеют дальние атаки Либо они умеют очень быстро сокращать дистанцию Что нивелирует многие преимущества мага Не говоря уже о том, что 99% боссов имеют какой-то неадекватный резист к магии Некоторые по 20%, а некоторые даже по 80% Поэтому ты многих боссов должен убить хитростью и оружием не твоего класса После чего ты понимаешь, как же твой билд сосет И, в принципе, в этом вся суть Не многие знают, но класс маг на самом деле не существует Класс на самом деле называется Неправильно прокачанный воин Я, по сути, всю игру проходил за неправильно прокаченного воина И моя игра была намного тяжелее, чем у обычных игроков, которые проходили за воина Так что я не понимаю, что пишут люди Но все равно я признаю, что это не настоящий Elden Ring Ну и, как вы понимаете, игра за воина также очень изишная Взял меч, собрал камни кузнеца Прокачал оружие полностью и здоровье Полоска хп должна быть хотя бы на полэкрана И поэтому воин самый ужасный класс Его избегают все нормальные геймеры Если ты им пользуешься, то тебе должно быть стыдно Скрывай это от общества и знай, что ты такой один И тут тогда вопрос Если за воина и мага нельзя играть Если это слишком легко и не отражает реальный Elden Ring То за кого можно играть? И, ребята, у меня был точно такой же вопрос И за ответами я пошел на самый лучший информационный портал На Reddit Вскоре я все понял И теперь я могу отпарировать ваши аргументы И дальше объясню за каждый популярный билд Например, некоторые скажут, что надо играть чисто за чела с щитами Вот настоящий Elden Ring И вы в этом уверены? На самом деле, игры Миядзаки не такие сложные, как многие говорят В них просто много так называемых подножек Я так это назвал На курсах развития мне сказали, что это показывает мое богатое воображение Короче, очень часто, когда у врага остается мало здоровья То это происходит не случайно Сори, что разрушаю магию Но все это заскриптованные моменты Которые рандомно появляются во время боссфайта Чтобы он просто по-разному протекал Так вот, именно в таких моментах Миядзаки особенно издевается над игроком Потому что он дает тебе чувство ложной победы Ты чувствуешь, что все Через секунду враг будет повержен И бам! Он делает что-то нестандартное Хотя у тебя буквально остался один удар, чтобы победить Бам! Осталось немного Последний спал Конечно, отскок Я знал, что будет удар хвостом Про второго я не знал В такие моменты боссы начинают нестандартно поступать И ваншотят тебя И все для того, чтобы горечь поражения было намного сильнее Вы понимаете, что сделал этот человек? И потом еще раз Бам! 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 И вы хотите вот щитом все это разрушить? Ведь с помощью него можно защититься почти от любой уловки У вас совесть есть? Вы же понимаете, сколько работал этот человек? Сколько ловушек он придумал Чтобы вы в них попались И теперь вы собираетесь это игнорировать? Щиты убираем и не позоримся Тогда, если использовать мечи, щиты и магию нельзя То, очевидно, остается только тяжелое оружие И нет! Даже не думайте! Это полностью испортит игру Те, кто пользуется этим оружием Я вас найду И отберу кнопки от геймпада Дальше опытные геймерята сразу же скажут Что если все вещи, что я писал, нельзя юзать То очевидно, что надо строить билд на горшках Ага! На ночных горшках не пробовали? Получили камбэк? Враг же просто станется со всего этого И умирает от кринжа Вы мне на полном серьезе предлагаете билд Где ты сможешь станеть многих врагов И прервать их камбухи? Вы предлагаете мне лекарства Вот от этих дебильных многоножек Которые сожрали у меня больше нервов, чем моя бывшая? Да не трясись ты И как человек, который действительно понял Elden Ring Я не буду это использовать И люди, которые мне это предложили Я думал, вы мои любимые подписчики Я думал, между нами есть связь А вы предлагаете мне билд на горшках? Я надеюсь, Иисус вас простит Потому что я не смогу Дальше у нас билд, основанный на метательных ножах Я заплакал, когда увидел, как люди используют этот билд Я подумал, неужели геймеры настолько не хотят видеть настоящий Elden Ring? Какой стыд! Разве вы этого хотите? Хотите быстро избавиться от тоны надоедливых врагов? Которые абсолютно везде на карте? Хотите быстро избавиться от мобов, которые раньше были боссами? Но на поздних локациях они через каждые 2 метра появляются, как обычные враги? Вам это надо, да? После того, как вы 3 часа исследовали замок Обошли его, со скалы спустились по стене И нашли секретного краба на крыше После всего этого вы хотите бросить в него ножи? Эй, какого хуя? Парни, это же полный пи***ц Следующий у нас жопный билд Где нельзя использовать руки во время боя И тут я потерял веру в человечество Разве ради этого был придуман интернет? Хотя вообще-то ради этого Но в этом заключается ваша мотивация играть в игры? Бить врагов жопой? Это же слишком просто Elden Ring не про это Ты должен думать Хитростью выманить врага Падать с большой высоты Выжить и притвориться, что так и было задумано Или вот Враг телепортируется, когда тебя видят И окей, я знаю, что сделаю Привлеку его внимание и потом встану спиной к обрыву Он упадет и разобьется Хотя с другой стороны Он же не может два раза подряд телепортироваться Он может два раза подряд телепортироваться Но все же жопа бы испортила такие прекрасные моменты Ну и дальше опытные геймеры скажут Что все, мы тебя раскусили Мы поняли, к чему ты все ведешь Ты намекаешь, что лучший билд в игре Это билд на вейп Конечно же нет Это нельзя использовать ни в коем случае По сути, ты должен скрытно курить около врага И он потом брухнется через некоторое время И вы понимаете, насколько это разрушает все Как же враги? Как же то, что они так долго ждали Чтобы ты появился и подрался с ними? Этот непись десятки часов ждал меня за этой статуей Я вижу его меч Я знаю, что он готовит мне за подню Блин, как же он спрятался Кто скажет ему, что я пукну в него вейпом И он упадет до того, как меня заметит? Ты скажешь Может кто-то еще У кого хватит смелости Разрушить мечту жизни этого непися Я же лично пойду туда Я притворю, что не заметил его Даже закричу Ага, как же меня подловили Потому что он это заслужил Потому что это заслужили разработчики Каждый враг заслуживает Чтобы его честно победили Потому что в них вкладывали много сил И смотрите Я сам не особый фанат игр Миядзаки Я всего лишь два года слежу за его творчеством Прямо активно Чекаю мемы там Вы видели мем про Мэндлес? Смешно Но даже я уважаю больше Игрокомпании Вклад, что в них вкладывался Чем многие так называемые фанаты И кстати Выпить плохо Думайте И тут мы должны обсудить Билд на гравитацию И блин Вы издеваетесь что ли? Начнем с того Что это называется Теория гравитации Окей? А во-вторых В чем прикол Просто скидывать врагов С большой высоты? Что дальше? Билд приливов и отливов Которые якобы Управляются луной? Она Она ведь далеко от земли Она что? Маг воды Как в аниме сериале Аватар? И конечно Билд на лучника Нет Билд на ленивца Нет Билд шевале Который всегда на коне Который совершает Невероятные финты При помощи него Прыгает прямо в воздухе Используя инерцию От издей Сейвится при помощи коня От гарантированного падения Устраивает гонки с боссами И они не выдерживают Конкуренции И покидают нас Вот все Это Нельзя использовать Не про это Элден ринг Вы опять Не понимаете эту игру Дальше Вас бесит Что в последних локациях Которые лучшие По моему мнению Нифига не видно Фраги спавнятся Из ниоткуда И ваншотят тебя Через стан И блин серьезно? Тогда используйте Билд дракона Ой стоп Так играть тоже нельзя Ну что могу сказать Гитхаб Я знаю Пока вы смотрели ролик Уже миллиард раз Задали вопрос Ну как тогда Надо играть Ну задолбал Ну скажи уже И хорошо Как играть в Элден ринг Точно сдал создатель игры Хидетака Миядзаки Подчеркиваю Знал Потому что этот японский Втыкатель ножа в спину Сказал на днях Что его игры Можно проходить по гайдам Это нормально И он это уважает Не многие знают это Но я большой фанат Игр Миядзаки В каждую играл В год выхода В принципе за Миядзаки Я слежу больше 10 лет уже Он что-то типа Герой для меня Но сейчас Смотря на него Я больше не узнаю Этого человека Не вижу того самого Ориентира в своей жизни Кем он был до этого И я сейчас спрашиваю себя А понимал ли он Элден ринг Когда создавал игру Теперь я в этом не уверен Кажется я единственный Может ты уже закончишь На ней Фотка Миядзаки Которая является мостиком К моему подсознанию Что ты тут делаешь Не важно что я делаю Важно даже не то Что ты делаешь А почему ты это делаешь Разве смысл Такой ролевой игры Как Галден ринг Не в самой экспрессии Через геймплей Создание разнообразных пилдов Это благо А не то чем надо стыдиться То что не все пользуются Кровавой катаной Это нормально Они не лучше или хуже Тебя играют Они просто решили действовать По другому Магия Бомбы Луки Все это легальные Игровые механики Ничеты Их использование Эксперименты Создание билдов На их основе Это прекраснейший Из вещей Что может предложить Элден ринг Если бы вся игра Была бы про чела В стиле персонажа По имени Берсерк Из Уамписа То это бы уменьшило Аудиторию в разы Вопрос как правильно Играть в Элден ринг Неправильный Потому что у каждого Будет свой собственный Путь в игре Собственный Экспириенс И каждый из них Правильный В этом прелесть игры Проходи как хочешь Сражайся как хочешь Используй разнообразнейшие Механики игры Побеждай Стань Элден рингом Или сожги все к чертям Поэтому в чем твоя проблема Да ничего такого Просто это какой-то Казуальный спич Нет В чем твоя реальная проблема Почему тебе так важно Как играют другие Почему тебе важно Всем доказать Что твой билд На голые ноги Это лучше любого Другого билда Рассказывай Ну давай Расскажи Ну я Да скажи уже Ну что ты пристал Ну расскажи уже Давай мы все ждем Да нет у меня Собственного мнения Я всего лишь Посмотрел гайд По лучшим билдам Элден ринг в интернете И сделал как человек Там написал У меня нет собственных мыслей Нету достаточного Воображения Чтобы самому что-то придумать Я просто смотрю Топ лучших вещей в игре И по роликам На ютюбе Нахожу их И потом чемурю Других что ходят С неэффективными мечами И защищаю я потом В свой в кавычках Билд Потому что это единственная Сборка с которой Я могу играть Окей Я не знаю Больше ничего Я пустой внутри Единственное что заполняет Пустоту Это момент Когда я ругаю Других за их билды И я чувствую себя Важным и нужным Тогда Короче Спасибо что ждете DLC Калден Рингу Со мной На этом канале Обзор будет Так что собираем 25 коллайков Это просьба автора Спасибо И до скорого Ребята Субтитры сделал DimaTorzok